Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. Сегодня у нас на разборе очередной пациент, на этот раз от компании Viva. Давно хотел посмотреть, как у этого бренда обстоит дело с внутренним пространством, с качеством комплектующих, сборки, ну и простотой разбора и ремонта пригодности. Но для начала я хочу порекомендовать вам подписаться на свой лайв-канал, где выходят различные дополнения к обзорам. Вот недавно вышел ролик из закулисья с бэкстейджами со съемок обзоров, так сказать, и разборов. Ну и вообще много всего интересного будет в перспективе. Ну, а мы приступим. Для начала нам нужно, естественно, выключить аппарат, вынуть лоток сим-карт, я это уже проделал. И поскольку у нас крышка пластиковая, она не клееная, хотя здесь вот есть такая имитация, как будто это вклеенная часть сверху. На самом деле нет, на самом деле она снимается целиком на защелках. Вообще сборка у смартфона отличная, никаких люфтов, скрипов нету. Давайте крупно посмотрим кнопки. Есть небольшой люфт у кнопок, у толкателей кнопок точнее, но они посажены достаточно глубоко, не сильно выпирают, и этот люфт не особо заметен, особенно в чехле. Так, для того, чтобы нам разобрать аппарат, нам нужно вот здесь вот в области, в области непосредственно лотка его слегка поддеть. И, ну, даже, наверное, можно и, даже, наверное, можно и ногтем. Аккуратненько вот так поддеваем. Я возьму пластиковую карточку. Нет, не получилось сразу. Чуть-чуть приподнимаем, заводим пластик и отщелкиваем по периметру защелки все. Хорошо, как собран. Смотри-ка, не поддается сразу. Ногти все-таки самый лучший, самый лучший инструмент, к тому, что не говорил. Видите как, удачненько. Во-первых, ногтями ничего не повредишь, скорее повредишь сами ногти. Во-вторых, удобнее всего пользоваться. Ну, что мы имеем? Целиком снимаем крышку. Все защелки. И сканер у нас, скорее всего, закреплен на задней крышке. Да, для этого здесь у нас есть шлейф. Шлейф достаточно длинный и совершенно не мешает снять и освободить здесь его. Так, у нас здесь заглушка, то есть завинчена. Отвинчиваем вот эти винты. Раз винтик. Заглушечку. Снимаем сканера и отсоединяем сканер. Теперь нужно отсоединить батарею. Отвинтить три винта. Так, пришлось полностью открутить все винты. Оказалось, что это цельная часть, но и заодно нижнюю я тоже открутил заглушку. Так, смотрим, что у нас здесь на крышке. На крышке у нас здесь расположились антенны. Вот, хорошо видно. Антенны эти пленочные, они здесь наклеены. Не подписаны, к сожалению. Одна из них Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Другая 4G LTE. Сканер отпечатка, уплотнители, внешние окошки камер. Вот это вот уплотнительная резинка. Снизу также находится антенна, отвечающая за 3G, 2G, GSM. Снимаем контакты. И вот она сама здесь наклеена. Крышка сделана из очень эластичного материала. Сломать ее при демонтаже, ну, я не знаю, нужно постараться сдуру. Можно, конечно, все что угодно сломать, но все же это будет сделать сложно. Так, снимаем вот эту вот заглушку и отключаем первым делом аккумулятор. Все, можно продолжать дальше. Здесь у нас находится заглушка металлическая и переходные контакты динамика. Видно, вот раз и на плату. Соответственно, здесь вот с этих контактов, вот на эти. Контакты антенн, они все выведены насквозь на крышку, как я уже вам показал. Кладем сюда. Ну и давайте начнем снизу. Снизу. Снимаем. Ох, как интересно тут, что у нас подклеено. Это вокруг микрофона. Так, снимаем. Здесь мы видим вибро на этой вставке и динамик мультиметийный. Достаточно крупный. Вот его звуковой выход. Все, больше, в общем-то, ничего нет. Еще здесь находится обрамление микрофона. Звуковой вывод его вот здесь на плате забирается, и сюда вот выводится на нижнюю часть смартфона. Так, убрали. Далее отключаем шлейф с материнской платы, с верхней. И у нас снимается, отлично снимается нижняя платка. Платка. Так, под платкой мы видим металлическое основание. Кстати, сразу обратите внимание, какое здесь мощное основание. Смотрите, толстые, очень толстые боковые части. Вот это все литье. Это металл, сплав алюминия и магния. Вот эта верхняя часть уже пластик пошла. Но там сейчас мы снимем, посмотрим, где у нас заканчивается. Скорее всего, вот так же вот, как здесь по периметру. В общем, отличная, мощная рама лежит в основе. Так, и что мы видим тут? Давайте мы ее вот отсюда аккуратненько отсоединим, потому что верхнюю мы все равно будем снимать. Вот так вот. Увидим, чтобы было проще. Итак, 3,5 мм разъем закрыт резиновой прокладкой, вот такой вот уплотнителем полностью. Вокруг разъема шлейфа на верхнюю плату есть уплотнительная резинка. Как можете видеть, это как сел приходит, водяная марка. Так, здесь элементы мелкие, и они залиты, фокус не подводи, залиты компаундом. Это выводы на виброзвонок и выводы антенн. Вот так надо смотреть, так надо смотреть. Выводы антеннок. Вот антенка у нас. И вот антенка. Мелкие элементы в обвязке. Вот это вот микрофон. Давайте с другой стороны посмотрим. Здесь ничего больше нету. Микро-USB точно так же аккуратненько закрыт резиновой заглушечкой, прокладочкой. Сам микро-USB посмотрим. Сам микро-USB залит. Обратите внимание. Фокус-то еще с ума сошел. Залиты его контакты компаундом. Это немного осложняет его замену, так сказать. Но зато повышает механическую прочность и устойчивость к различным перепадам температуры влаги. Все, нижнее посмотрели. Переходим дальше. Батарея. Литий-ион-полимер. Номинальное напряжение 3,85 В. Верхние границы напряжения 4,4 В. Емкость 4,880 В. Это rated capacity. И типичная, то есть минимальная и типичная емкость 5000 мАч. 19-25 Ватт часа. Маркировка батареи. Вот. Модель BITER-SG7. 5000 мА. Все по-честному. Теперь переходим к верхней. К верхней плате, к основной. Снимаем. Отщелкиваем все разъемы. Разъем кнопок. Разъем экрана. Разъем с нижней платы. И я так понимаю, она больше ничем не закреплена. Так. Внимательно смотрим на всякий случай. Смотрим. Нет ли где винта. О! Это что такое интересно? Это что такое интересно? Интересно. Смотрите. Похоже вообще на матрицу. Но это не может быть матрица. Какая-то стеклянная подложка. Или пластиковая. Так. Интересно. Первый раз такое вижу. Винт я нашел. Все-таки. Вот он винт. Отвинчиваем его. Обязательно нужно осмотр делать незнакомых девайсов. Внимательно. Так. Ну теперь все. Да. Теперь можно наверное точно снять. О! Слушайте. Это что за подложка такая у камеры интересная? Пластиковая. Первый раз такое вижу. Сразу смотрим. Нет никакого термоинтерфейса. Ну в общем-то 439 сильно не нагревается. Однако здесь есть вот такая хитрость. Видите? Наклеена теплораспределительная фольга. И вот здесь явно чип у нас установлен. Вот видно даже термопрокладку. И в общем-то он просто плотно прижимается. Немного выступая. Плотно прижимается вот к этой части. Вполне достаточно для отвода тепла. От не очень горячего чипа. Но и никакой возни с термопастой нету заодно. Здесь то же самое. Видно прекрасно. Вот так вот. Вот окошки есть. Где тоже расположены термопрокладки. И они уже в свою очередь отводят вот на эту металлическую пластину тепла. Продумано. Продумано все. Все достаточно грамотно сделано. Так. Давайте посмотрим для начала что тут осталось у нас. Здесь осталось это контакт датчика освещения и приближения. Окошко камеры. Вот это вот что за глухое оконце. Интересно. Это подложка под камеру. Под одну из камер. Она как-то выполнена какой-то защелкой. Прикольно. Так. Рама естественно металл. Прокладочка есть вокруг лотка сим-карт. Для того чтобы в случае чего ничего не просочилось. Если вот отсюда вода попадет. Ну хотя бы вот брызг защита. Но мощнейшая рама конечно. Целиком все вот здесь вот. Целиком это все металл. Чтобы вам было видно. Я даже вот так вот слегка поцарапаю. Это все металл. Все круто. Так. Кстати толкатель и кнопок выполнены. Не посмотрели мы. Выполнены. Как обычно классически, традиционно, надежно. Вот они на силиконовой подложке. Естественно никуда они не денутся отсюда. Включение, качелька громкости. Ну и здесь у нас вот такого типа кнопки с центральным элементом. Сейчас везде такие ставят. Их разъем. Ну в общем-то все с рамы. Так. Теперь нам нужно под микроскоп изучить плату. Экраны здесь конечно не съемные. Но посмотрим в целом как все выполнено. Ну что же. Начнем как всегда с верхнего правого угла. Обращенный к нам стороны после снятия задней крышки. Так. Здесь мы видим контакты одной из антенн. Это скорее всего антенны 4G LTE. Элементы. Мелкие в обвязке. Компаунт есть. Но не везде. Вот эти элементы без компаунда. Здесь вот в компаунде один элемент. Опускаемся вниз. Как раз вот разъем здесь у нас присутствует. Экран. Он паяный, глухой. Здесь находится термопрокладка. Я уже вам объяснил как это все выполнено тут. Далее вот это вот для шлифака аксиала. Опускаемся вниз. Здесь мы видим разъем сканера отпечатка пальца. Разъем с нижней платы. И разъем батареи. Везде есть прокладки вокруг всех разъемов. Традиционно. У всех продуктов BBK такие прокладочки имеются. Дальше по нижней стороне идем. Это разъем экрана. Тоже уплотнитель присутствует. И разъем кнопок. И здесь у нас очевидно на самом шлифе уплотнитель. Нет, здесь уплотнителя нет. Вот единственное место, вокруг которого нет уплотнителя. Причем тут я вижу небольшие остатки очевидно флюса. Обратите внимание, вот здесь вот какие-то разводы. Это скорее всего флюс. Есть некоторое количество его. Поднимаемся наверх и видим вспышку здесь. Дальше камеры пошли. Основная. Далее вспомогательная. Здесь контакты находятся еще одной из антенн. Насколько я вижу. Да. Это скорее всего Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Антенка. Разъемы. Ваккамер. Также видите вот здесь уплотнитель. Видимо, круг разъемов. Все в порядке. Это у нас прокладочка какая-то. Вот это вот марка водяная. Так. Теперь фронтальная камера. Фронтальная камера. И то, что я принял за какую-то странную конструкцию, это просто кусочек оргстекла, пластика, наклеенного. Видимо, это просто для того, чтобы камера на это опиралась. Потому что приклеена она уже после вот этой вот металлизированного скотча. После вот этого. Вот ее здесь разъем находится. Сможем, да. Сможем отстегнуть. Вот разъем. Также вокруг него есть уплотнитель. Все по фэншую. Так. Потом защелкнем. Ну и вот здесь два контакта. Это динамик. И другая сторона. Верхний правый угол. Здесь у нас находятся камеры. Обратная сторона их. Естественно. Так. Опускаемся вниз. Тут экран, 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 экран. Очевидно, вот здесь находится процессор. Видно термопрокладку. И вывод, как уже я вам показал. Ну, в общем, здесь все под экранами. Тоже явно теплоотвод. Организован здесь лоток сим-карт тройной. Сверху здесь тоже экранчик глухой. Все пусто. И в центральной части здесь у нас расположены контакты. Это на датчике то, что идет. И фронтальная камера. Маркировки присутствуют. Ну, и, в общем-то, все на этом. Ну, что же. Посмотрели мы плату под микроскопом. И я еще хотел пару моментов озвучить. Во-первых, как снимается батарея. Ну, это не сложно. Здесь есть подсказка специальная. Вот он язычок. Его отклеиваем. За него тянем. Вот так вот. И батарея у нас освобождается. Можно некоторое количество изопропилового спирта добавить. Можно не добавлять. В принципе, они и так снимаются. Батареи закреплены таким образом. И второй момент. Здесь вот у нас. Вот на этой пластинке металлической, на которой отводится тепло. Это вот тепло распределительная наклейка графитовая. Которая, собственно, тоже призвана тепло это рассеивать лучше. То есть продлина ее плоскость. Ну, в общем-то, и все. Давайте собирать назад. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, все, завинтили последний винтик. Так, теперь будем ставить крышку, для этого нужно сначала подсоединить сканер, 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 вот таким образом. Очень хороший длинный шлейф, как я уже сказал в начале, ничего не особо не мешает его подсоединять. Так, уплотнители, кстати, вокруг разъемов, они иногда чуть-чуть мешают нащупывать этот разъем, но, естественно, при определенной доле сноровки сделать это труда не составляет. Убежала заглушечка, ничего, сейчас поставим назад, так ставится она, таким образом, вот сюда, и последний винтик, а нет нифига, нифига, неправильно я закрутил, куда-то один винт, не верно. Так, этот маленький черный винтик был у нас, откуда, понятно, он был у нас вот отсюда, вот отсюда он был. заглушечка завинчивается вот так вот, сюда, и завинчивается поверх, все правильно, раз, раз, все, завинтили. Теперь можно накинуть крышку, мне это делать сверху, правильные, так, кнопочки, вот так вот, раз, кнопки сели, по периметру, все защелки, аккуратненько защелкиваем, вот здесь вот, в том числе, вот таким вот образом. Так, вставляем лоток SIM-карт, как он у нас, вот так вот, наверное, да, да, и включаем смартфон. Ну что же, посмотрели мы, как собран бюджетный аппарат от компании Viva, все довольно неплохо, компаунда, как в старших аппаратах BBK, конечно, нет на плате, но есть резиновые уплотнители, есть уплотнители разъемов всех, в общем-то, все неплохо, аккуратно для бюджетника, все вполне прилично и здорово. Особенно порадовала очень толстая алюминиевая рама. Ну и, соответственно, никаких люфтов и скрипов, даже после того, как аппарат был разобран и собран. Сами видите, нету. Так, узнал меня. Камеру включаем. Камера есть, фронтальная есть. Всем привет. Связь есть. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok